Ну, попадаем в тюремную камеру С дохлыми крысами И в этой локации нам поможет огонь Для этого и взяли огненный меч И, кстати, нам надо было его, возможно, еще взять Магию огня перед тем, как сюда идти Я совсем про это забыл Путеводный камень Стук для пыток И здесь пока что заперто Здесь тоже придется побегать Можно слышать Некое завораживающее пение Это, судя по всему, бывшая знать Латри Ну, избавим их от мучений Здесь все закрыто И надзиратели Которые очень напоминают Ктулху И вот осьминоги И в идеале с ними надо бы разбираться издалека И они очень уязвимы к огню И магия огня против них очень хорошо заходит Поэтому лучше всего пользоваться либо Магией, либо оружием, заточенным по пути огня Здесь у нас Прочесть надпись Тюрьма Надежды Западное крыло Третий этаж Всего здесь четыре этажа И ключ При помощи которого мы сможем открыть Открывает камеры на третьем этаже тюрьмы Надежды В большинстве камер Ничего нет Кроме Мяса, трупов, костей Похоже здесь погубили огромное количество народу При этом еще и пытали Эти трупы можно уничтожать при помощи магии И в некоторых лежат Предметы В основном это какие-нибудь травы Ничего важного обычно в них не лежит Здесь бы не помешал какой-нибудь факел Но демонстолк факела нет по определению И никакой магии освещающей здесь тоже нет Осколок ртутного камня Ну, по-моему, впервые поднимаем этот осколок Осколок расплавленной ядовитой руды Позволяет улучшить колющие Изогнутые мечи, копья и прочее Придает оружию силы смертоносного яда В общем, чтобы изготовить отравленное оружие Нужно использовать как раз вот такие камни Насаженные на ограждение рыцари Урны с некими благовониями Можно видеть Лица На этих урнах Явно женские Эта локация очень сильно напоминает локацию из Dark Souls 3 На тюрьму из оскверненной столицы Где тюремщицы так и норовили поставить на вас клеймо Только здесь эта локация более запутанная и обширная Но она только на первый взгляд кажется запутанной По сути, ничего такого сверхъестественного у нее нет Она достаточно прямолинейная Если не пропускать ключи И вот как раз Трупы вот с таким свечением Можно разбивать И с них падают предметы Например, светлая вода А светлая вода Это, по-моему, предмет, которого не было в оригинале Светящаяся вода Очищенная для придания ей магических свойств Позволяет использующему ее постепенно восстановить часть маны Говорят, эта смесь появилась глубоко под развалинами древнего святилища Большинство из этих узников не агрессивны И они как будто постоянно кому-то взывают Судя по всему Они полностью лишены душа и интеллекта Ну, какие-то копейки душ из них все еще выпадают Тюрьма на... Эти надзиратели очень сильные И самый опасный у них прием Это захват Которым они могут снять практически всю жизнь Ну, все зависит от того Какое качество здоровья Здесь у нас еще один ключ от третьего этажа Да, здесь есть разные ключи От третьего этажа Тут есть как бы восточное крыло, западное крыло Да, вот эти вот уже С пиками Более агрессивные Более агрессивные И здесь у нас провал Дальше мы пройти не можем Но, в принципе, мы уже взяли все, что нам нужно Для того, чтобы Закончить обследование этой части Третьего этажа Можно видеть там вдалеке Что-то еще есть Но тут мы попадем потом С другой стороны Возвращаемся в самое начало Открываем камеру, которую я еще не открывал И здесь у нас тело волшебника Его стартовый сет Грубый камзол Из ткани Такие носят признанные волшебники Но он по всем характеристикам Хуже моего Единственное, его плюс То, что он легче Также у него была Деревянная палочка Деревянная палочка Простейший инструмент Волшебника Для применения заклинания Заклинание должно быть выучено Заклинание должно быть запомнено У вас в руках должна быть палочка У вас должно быть Необходимое количество маны Самое интересное, что Да, в Demon's Souls Нету требований Количества интеллекта И это очень интересный момент То есть В Dark Souls Там, чтобы колдовать Определенную сильную магию Вам нужно еще Определенное количество интеллекта Здесь этого нет Главное, чтобы хватало Количества маны Кто-то взывает О помощи Шелок отца Конечно, очень атмосферно Ух ты Секс за точкой Иногда открывать все двери Здесь не очень полезно Потому что Если нас убьют И потом мы будем повторно Пробегать все эти места То эти все двери Останутся открытыми И оттуда Начнут все выходить Поэтому иногда быстро пробежать Будет проблематично Ну и постараемся Не убирать часто Ну и вот как раз Уникальный ключ Который открывает Дверь к лестничному пролету Проработали мимику Прикольно Молодцы Ну и мы пытаем На четвертый этаж Не все двери здесь заперты Нам нужен только светящийся труп Дворянский лотос Да, когда первый раз открываешь эту клетку Когда первый раз открываешь эту клетку Иногда пугаешься Этому звуку и выпадающему телу Такой вот саркофаг для пыток Тоже С женским лицом И складывается такое ощущение Что здесь И складывается такое ощущение Что в латре Процветает какой-то феминизм Орудие для пыток С головами женщин Все узники здесь Мужчины Еще и статуи Здесь по-моему только женские Везде стоят Заперто Пока что мы сюда попасть не можем Нужен ключ Отключаем Вот пока что мы нашли Здесь тоже закрыто Здесь нужно быть Осторожнее Потому что да И устроен им пекло Да Здесь еще узников И маринуют В фитобочках Мне вот интересно Если бы здесь Были вместо Мужчин Одни женщины Наверняка бы Эту игру Уже запретили Вот тут у нас Пролом в стене Там на заднем плане Ходит еще один ктулку И черный сет Судя по всему Это был шпион Засланный в латрию И еще один волшебник Похоже здесь не очень любили волшебников Одеяние из черной блестящей кожи Сидит очень плотно И защищает владельца Не стесняя движений Особенно эффективно Защищает от ядов Он немножко похуже моего Хоть и очень легкий Но давайте его оденем К этому сету прилагается Маска убийцы Тонкая тканевая маска Закрывающая нос и рот Популярна среди воров и убийц И прочих негодяев Предпочитающих Скрывать лицо Так, где ты там? Ходишь тут звенешь Колокольчиками своими Иногда бывает и так Особо прочный товарищ попался Вожделенный ключ Даже целых два Падать строго не рекомендую И сюда тоже Хотя вот здесь упасть здесь То это будет не смертельно Ну, просто придется сделать Небольшой круг Так, мы добыли ключи От четвертого этажа И теперь мы можем Здесь пооткрывать Несколько дверей Эта локация еще хороша Для магов тем, что Здесь можно Пофармить пряности С этих надзирателей С них они частенько Дропаются Первый ключ у нас Открывает Вот эту решетку Куда нам по идее Не нужно Ой-ой-ой Так Вот этой молнии Он накладывает паралищ И потом бежит Причем В чем тупость И его искусственного интеллекта Что, да Вот как раз свежепряности То, что даже Когда он не попадает Это молния Он все равно Бежит на вас Сюда нам нужно Но давайте сначала Откроем все двери На четвертом этаже Тайный кинжал Судя по всему Судя по всему В латрию пытались Проникнуть Убийцы Маги Воры Для каких-то целей Универс Универсальный кинжал С одним лезвием Стандартное оружие Королевских шпионов Рубящее оружие Наносит Огромный урон Незащищенной плоти Но Не очень эффективно Против металлических доспехов И твердой чешуи Кинжал наносит Максимальный урон После парирования А еще лучше Вонзать их в спину То есть Перед нами Королевский шпион Король Оланд Возможно Сюда отправлял Шпионов Для каких-то целей Когти Кулачное оружие С длинными острыми когтями Используется Для рубящих ударов Это жутковатое оружие Часто используют Королевские шпионы Так По-моему Все Это была Последняя дверь Можно Пройти на другую сторону Сюда можно Наблюдать Прекрасный вид Похоже Что в латере Не погодится Я думаю Что при правлении Королевы Здесь было Немножечко Пооптимистичнее Обстановка Навивает Прям какой-то Бладборн Привет Надо как-нибудь Сфотографировать его Поближе Кольмару Так Что у нас С этой стороны Любительница Попеть Бывшая Жена Дворянина Возможно Она нам Расскажет Что-нибудь Интересное Об этом Мире Дворянина Ну вот что-то Немножко проясняется Некогда 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 Давно Королева Знала Какого-то Несчастного Старика Который вернулся В желтом одеянии С демонами И отомстил Всем жителям Батрии Заперев их В клетки Постепенно Вытягивая Из них Души Интересно Что она Подразумевает Под Словом Подняться Наверх Если мы Поднимемся Наверх Она будет Даровано Искупление Мы знаем Что Чтобы Сохранить Разум Нужны Души Зато У нее Дешево Можно Купить Пряности Больше В принципе Ничего Особо Ценного Она Не продает Кольцо Волчности Точно Не стоит У нее Покупать За 50 тысяч Душ Его И так Можно Найти И давайте Закупимся Свежими Пряностями Нам Они Могут Пригодиться В будущем Да Ее Камера Неплохо Обставлена Есть Кровать Висящие Трупы Такой Некий Элемент Интерьера Здесь Здесь у нас Очередной Рыцарь Которого Насадили На пику Душа Прославленного Воина Здесь У нас Обрыв Лучше Туда Не падать Если Не хотите Бегать По кругу Так Это пока Что у нас Еще Четвертый Этаж Воу-воу Бумт Зэки Разбушевались Варианский Лотос Поднимая руки Возможно Этим самым Он символизирует Что он хочет Подняться Наверх Очередная темная Камера пыток Кольцо Кольцо Магической силы Отличный Артефакт Для мага Кольцо Со светло-зеленой Печаткой Повышает силу Магии За счет Магической Защиты Создана Герия Знатоком Магического Ремесла И Другом Премудрого Фрэки Провидца На печатке Изображен Человек Развернутый Влево Да Можно повысить Силу Своей Магии За счет Понижения Своей Магической Защиты Давайте Его поставим Хотя Возможно На этом уровне Не стоит Этого делать Потому что Здесь очень много Противников Которые любят Шевряться Магией Ну и так По мелочи Всего И очередной Лестничный Пролет При помощи Которого Мы сможем Спуститься И Здесь Главное Не пропустить Вот этот Полускрытый Спуск Когда я Впервые Играл В Demon's Souls Реально Долго Не знал Что делать Потому что Я постоянно Вот так Вот его Пробегал Очень тяжело Заметить Опять Попадаем На третий этаж Только В другую Сторону Сначала Расшатал Теперь Попасть Не могу Здесь Мы скоро Встретим Кое-кого Да Вот тот То Нам нужен Фреки И как можно Видеть У него Почему-то Есть Заклинание Света Да уж я понял И пока Что больше Ничего Интересного Делает Здесь У нас Очередной Провал И нам Нужно Спуститься Ниже Здесь Здесь у нас Между Этажами Находится Подсобка Надзирателей Но К сожалению У нас Нет Ключа От нее Но Зато Здесь Есть Ключи От Первого Этажа Дверь Тоже Заперта Она Ведет В ту же Подсобку С другой Стороны То есть По идее Это этаж Еще не второй Это Что-то Подобие Этажа Два с половиной Как раз Здесь Мы попадаем На второй Этаж Где Можно найти Тяжелые Арбалеты И черные Болты И там Вдалеке Надзиратель Стоит Открыть Камеру Чтобы Подождать Его Здесь Можно Как раз Использовать Фоторежим Чтобы Посмотреть На него Поближе Не совсем Конечно Удачное Место Значит Сюда Играюсь Возможно Так Ну Реально Срисовывались Ктуху Не иначе С одного Сильного Тычка Прикольно Если Прокачать До плюс Пяти Будет Еще Круче У нас Пока что Нет Всех Ключей От второго Этажа Зато Здесь Мы Вречаем Того Кто Взывал О помощи Сол Ты Сы Сы Не Не Это Ри Сол Райдель Прок Utah Райдель У вас Прокажей Того Райдель Она моя душа. Моя кровь лежит в другом теле. Мне кажется, что это неплохая, ротно-мешка сейчас. Мне нет интереса в моем крови. Но я оставил на мою личность... ...а преследовательной жене. Я скоро перейду в Белару. Моя единственная желание... ...это так близко к этому токену мою любовь. У нас нет ключа. И достанем мы еще не скоро. А также здесь есть завал, который исчезнет, когда мы поднимем тенденцию этого мира до самой светлой. Больше нам на втором этаже делать нечего. Идем на первый. И эта статуя явно тоже женская. И здесь, кстати, нужно быть осторожным, потому что тут находится очень противная тварь, которая состоит из сотен тел кузников, собравшихся в один комок. Но убить его не так сложно, когда у вас есть какое-нибудь дальнобойное оружие. Но вот вблизь к ним лучше не подходить. Потому что атакуют они своими мечами очень больно. У них кастует магию, от которой практически несложно вернуться. Самым лучшим вариантом будет просто расстрелять его в один карте. Для ускорения процесса можно поставить Крис в правую руку. Должно увеличить урон. Да, немножко увеличивай. Вау! Колобок не психуй! И за этим колобком лежит тело монахини. Как ни странно, с тремя пряностями. Причем выдержанными пряностями. Хорошие пряности. Там, на другой стороне, можем видеть ящерку. Давайте сначала обходуем. Это крыло. Главное смотреть под ноги, потому что очень часто здесь есть провалы. На первом этаже здесь такие одиночные камеры у нас. Судя по всему, для вип-персон. Ушаю. Сокрыто. Возможно, они были знакомы. Здесь лежит сет рыцаря. Нужно немножко разгрузиться. Каплевидный щит и рифленый сет. Рифленый доспех. Железный доспех с искусно проложенными углублениями. Такие доспехи носили рыцарей развитой страны, что лежит к югу от Балитарии. Углубления делают тонкий металл более прочным. Вес замедляет восстановление стойкости. Каплевидный щит. Металлический щит среднего размера. Такие щиты носят рыцари развитой страны, что лежит к югу от Балитарии. Желтый дракон символизирует рыцарей низкого ранга. Серебряные браслеты. Серебряные браслеты, достойные самого элегантного наряда. Раньше их носила дочь какого-то знатного семейства. Носящая их получает дополнительные души от поверженных врагов. Да, здесь даже можно найти трупы знатных особ. Так, и на этой стороне. Многие считают, что как раз вот это тело... Есть тело возлюбленное, которое говорил тот дух в запертой камере. Ну, это на самом деле вряд ли. Куча пустых камер. Что у нас с этой стороны? Ну, иногда кое-что встречается. Например, души убитых здесь воинов. Здесь еще есть открытая дверь. Отсюда можно наблюдать такую огромную статую. И с ней связан один интересный трофей. Эсток. Большая рапира. Несмотря на узкую область атаки, представляет собой грозное оружие, прекрасно прибывающие металлические доспехи и твердую чешулю. Однако удар таким мечом легко отразить. В общем, обычное описание, как у рапиры. Осколок камня лунного света. Кстати, я уж таки подбирал, но не помню, читал ли я что-то про них. Осколок руды, источащий лунный свет. Позволяет улучшать прямые изогнутые мечи, топоры, молотые и подобные типа оружия. Придает оружие мощный магический эффект. Похоже, здесь все. Так, индивидуально, провал. Придется обходить. Ну, если упасть в этот провал, то это уже все смертельно. Ниже первого этажа падать нельзя. Тут есть ящерка, она уже убежала. Еще душа. Так, смотрим на пол. Все, здесь провал. Если вы захотите убить ящерку, она обязательно побежит к провалу и может забыть вас в ловушку, поэтому осторожней. Субтитры создавал DimaTorzok